Добрый день, уважаемые садоводы, виноградеры, любители, а также гости, подписчики нашего канала. Сегодня у нас 3 мая 2021 года. Сегодня буду производить химобработку по розовым бутонам, так называем. Вот посмотрите, на яблоне уже выдвинулся розовый бутон, уже пора производить химобработку. Это очень важная химобработка, ее производить обязательно. Первая была по голому, вторая по зеленому конусу, а вот это третья химобработка по розовому бутону. Сегодня буду производить химобработку такими препаратами. В качестве фунгицида буду применять Медян Экстра, она у нас идет 20 мл на 10 литров воды. Фунгициды у нас работают от болезней, таких как Порша, потому что в прошлом году немного попали под Поршу, было влажное лето и очень неприятная штука, когда яблоко вроде бы и крупное, но товарного вида на нем нет вообще. И в качестве инсектицида буду применять Нур-ЛД. Он у нас идет 12-15 мл на 10 литров воды. Он у нас идет от насекомых, от таких как Пилильщик, Долгоносик, Цветаед. И обязательно к этим фунгициду и инсектициду применяем прилипатель. Ну чуть позже, когда я буду разводить, я вам покажу, как это все производится. Ну вот эта химобработка очень важная по розовому бутону. Обязательно по розовому бутону. Когда уже оно выкинет белый цвет, то можно будет подпалить это все дело. Поэтому желательно до открывания белых цветов это все производить. Значит есть такие сорта, яблонь как иммунные, те что Парша не повреждает. Но все равно обрабатывать нужно как бы. Фунгицид это обязательно, медиан экстра. Очень Парша боится меди. Медные препараты у нас идут от бактериальных болезней. Поэтому нужно применять обязательно. Парша до этого не было. В прошлом году с этой болезнью столкнулся. И очень неприятная штука, хочу вам сказать. Когда яблоко крупное, но товарного вида нет. Но на рынке невостребовательно. Люди не хотят его брать. И самому такое яблоко есть неприятно. Поэтому есть сорта иммунные, есть сорта поверженные Парши. Но все равно обрабатывать надо и те, и другие. Поэтому вот эта обработка по розовому бутону обязательно. Теперь мы будем делать вот это лопатка. Что мы видим в Б Naruto. У нас посмотреть. смотрите какими опрыскивателями я произвожу химобработку ранее я работал от фирмой садко он чем он хороший он на 20 литров до все устраивает но один минус за два года полностью умер аккумулятор и меняется он не меняется я не знаю потом я купил форте на 16 литров он на 4 литра правда мин меньше бак но тем не менее ему уже вот два года третий и еще один такой есть одним я обрабатываю другим отец то есть на два таких вот аппарата два года и аккумулятор работает опрыскиватель как трактор работает его не остановить то есть нормально распыляет нормально тянет а вот нас от коза два года умер аккумулятор и этот стоит в районе 1000 гривен этот покупал если не ошибаюсь 200 с чем-то то есть два раза дороже я думаю зачем платить бой больше от форте на 16 литров вполне устраивает нормально распыляет очень много суда насадок идет меняется но я вам чуть позже покажу как произвожу хим обработку то есть форте на 16 литров вполне устраивает рекомендую очень хороший аппарат даже читал отзывы в интернете люди пишут что он у них до пяти лет выхаживает аккумулятор а потом его просто выбрасывает и все нет смысла менять новый аккумулятор то есть очень нормально здесь вот такая ручка нажимаем подача больше отпускаем подача меньше удочка удлиняется раскручивается насадки меняется то есть вполне все устраивает 16 литров полтора ведра сюда жидкости помещается то есть все устраивает все под касается средств хим защиты смотрите я пользуюсь вот такой отмазкой очень удобно во-первых глаза защищены не попадает при химобработке не попадает раствор глаза потом органы дыхания защищены вот таких два фильтра есть раз сезон просто меняю фильтра нет откручивается открутил поменял и все раз сезон значит такая маска продается на рынке и можно найти везде не везде но я нашел как бы купил думаю проблема это не составит только единственно раз сезон менять вот эти фильтра вот открутил поменял и никаких проблем очень довольны пользуйтесь средствами химзащиты потому что это очень важно глаза органы дыхания ну химобработки просто так не проходят то есть надо защищаться надо беречься рекомендую очень хорошая маска хорошо себя зарекомендовала пользуюсь уже такой лет пять наверное очень общем доволен созревание уже цветы на некоторых почках тронулись уже как бы чуть поздновато обрабатывать но так как они единичные все таких им обработку производить буду вообще-то не надо допускать до распускания белых вот этих цветов производить по розовому бутону ну из четырех летних сортов яблонь которые у меня есть это же нева эрли корола квинти и мантед тут мантед пока единичные почки двинулись на всех остальных пока розовый бутон то есть ничего страшного нету производить надо правильно производить замес химпрепаратов для обработки сада сначала я буду уложить фунгицид в качестве фунгицида сегодня буду применять медиан экстра 20 миллилитров на 10 литров воды вот мы его сейчас хорошенько уже развели сболтали здесь емкость 220 литров воды я думаю что для первой химобработки сада будет достаточно так как сад еще молодой листья еще маленький хотя листья меня не интересует основном буду работать по розовому бутону разводим медиан экстра фунгицид парша всякие грибковые заболевания на убивает теперь хорошенько таким препаратом приспособлением размешаем это дело называется баковая смесь когда два-три препарата можно менять мешать в одном в одной бочке в одной баковой смеси так в качестве инфектицида буду применять нур-лд из расчета 15 миллилитров на 10 литров воды здесь 220 всего заранее просчитал препарат нур-лд очень хороший работая с ними первый год препарат действительно достойный от 15 миллилитров на 10 литров воды теперь надо повторить процесс размешать хорошенько все это дело так и обязательно применяю значит прилипатель фильмы фирмы альфа лип из расчета 10 миллилитров на ведро воды на 10 литров прилипатель вещь необходимая так как она прилипает в случае дождя но ничего страшного не происходит и долго держится на растении не продолжает срок действия так прилипатель налили размешали все баковая смесь готова к применению будем приступать сейчас буду наливать выпрыскиватель и начинать производить химобработку по розовому бутону имеет ли смысл последовательности размешивания химпрепаратов баковой смеси до имеет первым делом у нас нам нужно размешивать гранулы и порошки вторым размешиваем эмульсии потом у нас жидкость если есть жидкие препараты ядохимикаты значит потом если применяем удобрение удобрения следующим делом размешиваем и в самую последнюю очередь добавляем прилипатели то есть последовательность обязательно не то что там захотели положили прилипатель потом подкормку потом еще что-то вот как как есть так оно и есть это не я придумал это так пишут литературе то есть так надо делать самой химобработкой все хорошо с будоражем баковой смеси теперь приступаем значит заправки опрыскивателя обязательно здесь такой сделал из проволоки такой круг женский чулок для чего это нужно для того чтобы все мелкие частицы не попадали в опрыскиватель не забивались забивалась опрыскиватель как я вам ранее рассказывал форте лазит 16 литров очень хороший препарат хорошо распыляет аккумулятора надолго хватает вот приступаем так вот заливаем смесь значит 16 литров полтора ведра влазит смесь уже профильтрованная когда проводим химобработку обязательно становимся с подветренной стороны чтобы ветром на нас не несло вот эту гадость яда химикаты обязательно буду пользоваться сейчас маской защитной защищать глаза органы дыхания есть так закручиваем опрыскиватель так подхожу